На первый взгляд это обычный скалодром, но на деле это большой мобильный тренировочный комплекс, на котором военнослужащие 34-й отдельной мотострыковой бригады отрабатывают навыки передвижения по трудно проходимой горной местности. Пока одни бойцы штурмуют стену, другие преодолевают параллельную переправу. Условия тут максимально приближены к реальным. Владислав Растребин все эти элементы выполняет на отлично. Во-первых, годы тренировок, а во-вторых, все эти трассы он неоднократно проходил на естественном рельефе, в горах на скальной местности, где часто тренируются все батальоны. При прохождении данной полосы и в целом скальных участков иметь три точки опоры. То есть, или ты берешься две руки, одна нога, стоишь на двух ногах, держишься одной рукой, и дабы распределить вес, чтобы не было нагрузки на руки, чтобы, если ты проходишь участок, и он довольно-таки высокого, по высоте большой, то чтобы ты смог пройти все это и не сорвался. Уникальность данного комплекса – его функциональность. К примеру, скалодром позволяет отработать различные приемы и способы преодоления естественных и искусственных препятствий. Практические способы страховки – применить альпинистское специальное снаряжение, а также преодолеть страх высоты. А параллельное переправа формирует навыки свободного передвижения, развивает вестибулярный аппарат и координацию. Словом, для горной подготовки военнослужащих важен каждый элемент. Данный комплекс предназначен для подготовки горных подразделений. Также он формирует навыки свободного лазания, также при подъеме и спуске. Данный комплекс увеличивает навыки военнослужащих, также физическую подготовку. Также военнослужащим после этого комплекса будет легче использовать горный рельеф. Отрабатываем передвижение по неустойчивой опоре. Приготовится старт. А здесь военнослужащие развивают свои силовые качества и равновесие. Тут и навесные брусья, и штанги, и рукоходы. Выполнение последнего укрепляет мышцы рук и плечевого пояса. Все это помогает военным выполнять боевые задачи. И те, кто не жалеет сил на тренировках, успешно с ними справляются уже на практике. Значимость этого комплекса заключается в том, что он помогает в условиях именно в части подготовить военнослужащих для действий в боевых условиях. Не выезжать куда-то, а именно сразу же на месте подготовить их именно в части. Горная подготовка обязательна для всех военнослужащих, как молодых срочников, так и контрактников. И неважно, в каких условиях она проходит. Главное, чтобы на отлично был отработан каждый элемент. И чтобы довести навыки до совершенства, порой уходит не один год тренировок. Таря Назарова, Роман Нагаев, Льван Дзадзамия, Архив 24.